Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна. Я снова на даче. Зима, самая середина, всё в снегу. Морозы немного отступили, зато снега намело, всё укрыло. Вот это вот у меня справа мои любимые рододендроны. Смотрите, как здорово они закутаны. Снежку навалила. Это розы. Тоже хорошо. Здесь гортензии метельчатые. Всё в снегу и ещё добавили с дорожки. Так что красота! Всё укрыто, всё в тепле. Да, вот эти рододендроны, целых три штучки, стоят под общим укрытием, прикрыты сеткой и сверху, видите, огромный сугроб на роз. Отлично! Значит, им будет хорошо и тепло. Вот этот одинокий рододендрончик. Ничего, он тут закутан хорошо. На нём даже лутросил и снег. Здорово! Ему тепло. Древовидные пионы спят, закутанные и снежком присыпала. Отлично! Здорово! Ну, не говоря уж о том, что розы просто все в сугробах. Здорово! Отлично! Отлично! Хорошо со снегом в этом году. И весной будет что попить. И сейчас тепло нашим растениям. Замечательно укрыл их снежок. С этой стороны у меня газон. Он тоже выше, чем в 60 сантиметров снега насыпала. Ну и розы, смотрите, все укрыты шапками снега. И это гортензия серебряный доллар. Ну, она уже давно растёт, ей не страшно. Да, она и так всегда хорошо зимует. Это ванила фразь. Тоже растёт замечательно. Тоже вся в снегу. А эту гортензию даже не видно в сугробе. Вот чуть-чуть торчат хвостики. Метельчатая. Ну, сажала как боба, но похоже нет. Это пересорт. Что-то другое. Это аллейка роз. Тоже вся в снегу. Снег прикрыл всё. Ура, ура, друзья мои. Рада, что в этом году мы со снегом. Думаю, что подмосковью в этом году волноваться не стоит за свои цветы. Вот здесь у меня растёт роза Анжела, лилии от Эй Гибриды, Глория Дей Роза, роза Христофор Колумб. Отлично. Всё в снегу. Огромные сугробы. Пусть зимуют. Всё в снегу. Замечательно. Я очень рада. Надеюсь, у вас также много снега. И все мы будем в этом году с красивыми цветами. Придётся белить снова эту грушу. Хотя осенью была побелка. Но всё смыло с дождями, снегом. Так что в феврале будем заниматься снова побелкой. Ай-яй-яй. Можжевельник засыпала снегом. Надо сейчас стряхнуть эти шапки. Иначе может сломать ветки. Снег достаточно влажный уже. И большой слой. То и пирамидальные. На них снега нет. Ссыпается. А вот брабант с шапками. Сейчас надо будет очищать. Брать мою волшебную метёлку. И идти снимать эти шапки. Что ж, друзья. Надо продолжить работы. Очистить туи от снега. В общем, все хвойники. Снять с них снег. Сберечь ветки. А остальную, наоборот, укрыть. Вот у меня есть такая волшебная метёлка. Замечательно снимает снег со всех хвойных. И туи, и можжевельнички, и сосёночки. Все становятся чистыми. Вот так мы сейчас все и обработаем. Будет красота. И волшебная метла Мои хвойнички спасла. А то был у меня горький опыт. Сосна вот такая горная. Росла. А весной Вся разломанная оказалась под снегом. Так что теперь стряхиваем. Ну вот. Ну вот, освободили мы наши хвойники от снега. Волшебная метёлка. Все лапочки вычистила. Ура! И так везде. По всей изгороди. Красота! Дорогие друзья, Спасибо за внимание. До новых встреч!